Канаду С чем ее сравнить? Вы не поверите Концлагерь Контрацентрационный лагерь Именно не фильтрационный, а Концентрационный лагерь Почему? Все не просто так Вот элементарно Вчера я получил там аж Три штрафа Три В одном месте от одного мента Знаете, как это было? До этого были такие случаи Траки старые Выписывали бумажку владельцу трака Типа в течение месяца исправят Молодой зеленый Но Конадон Увидел Он забил данные моего Драйвер-лайсенса Прав в систему И аж не сдержался О, да ты 20 лет без замечаний? Я так гордо Да А, да Что-то стал писать-писать Аж три штрафа на одной бумажке Вот 414 долларов Штрафы вроде небольшие по канадским меркам Но унизительные О чем это говорит? Что, ах, кто-то не доглядел Что у меня хороший рекорд Что я могу спокойно работать Больше я не могу работать То есть я могу работать теоретически Но это уже должна быть работа Ну, если трак-драйвер Такая, на которой уже никто не хочет за бесплатно Вот тогда Тогда Меня возьмут А как же у меня теперь есть рекорд-запись Где я имею три штрафа Вот Когда донов это не касается У них больше штрафов Ну, такое дело Да их Это Это надзиратели Это те, на кого мы работаем Действительно Или вот Пошла Дочка Сделать себе там Какой-то аккаунт открыть Очередной Ей говорят О, ты знаешь У тебя плохая кредитная история Она в шоке В чем дело А вот ты Два года назад Оплатила телефон На день или на два позже Я помню эту ситуацию Оплатила Даже не знала Когда, кстати Первую свою оплату Молодой ребенок Сделал Ей сказали Ничего страшного Все отлично Никакого штрафа Никакого Просто вот Плати вот первого Она говорит Я же заплатила первого Да, но пока прошел платеж Получилось пятый Ну, вроде и забыли О такой мелочи Нет, я сейчас напомню То есть Человек молодой Пошел работать Шесть лет Шесть лет Он Не будет иметь жилья Он не имеет права Даже получить Эту самую ипотеку Концлагерь Или объявления стали Все чаще и чаще Я не поверил Своим глазам Все это было Но не так писали Сейчас пишут Допустим Хотите снять комнату Пожалуйста Вот такая-то цена Там заоблачная Ну, да ладно Но Предупреждаем Будем проверять Два раза в месяц То есть Ты в концлагере А не без тебя Этот менеджер Или владельцы Или кто Будет захотеть проверять Жен там будет проверять Но Ты бесправен Кто-то может сказать У нас такого нет Не имеют права Да, я читал закон Не имеют права Нет Какие права Какие законы Вы в Канаде Никак Никак не придете В себя Я имею ввиду Кто живет в Канаде Нет у вас Неправ Ничего нет Тоже такая мелочь Да Вот понимаю Почему они Лыбятся Ходят Лыбятся Потому что Им надо заискивать Они все-все Виноваты И здесь Виноваты Как я уже говорил Как с банкротством Когда сделали виноватым А потом вроде Чуть ли не извиняются А все Жизни у меня нет И уехать я не могу И никто не может И вся семья В западне В концентрационном Лагере Под строгим Надзором Со всех сторон Я смотрел На других Да Мне их действительно Немножко жалко Хорошие люди Приехали Купили Жилье Какое-то Машинку И счастливы И смотрят на меня Как на дурака Чего ты несчастье Я уже помалкиваю Кому-то говорю Кому-то нет Все это было Дома Машинки Сказать что я Нечистен Кого-то хотел обмануть Нет Мы правы Даже Был свой Бухгалтер Свой Который будет Сильно оплачиваем Повторяюсь Много раз Но это важно Казалось бы Все защищен Все красиво Действительно Все нормально Обычный работник Имеет бухгалтер На время Когда вдруг Увидели Что я счастлив Что у меня есть дом Красивая жена Ребенок Просто счастлив Канадоны Во-первых Соседи Стали Зачем-то Вызывать ментов Я рассказывал Менты приезжали С удивлением А что у вас происходит Я говорю У меня ничего Извините Их лица Их лица Их счастье От того Что тебе плохо И горе Оно читается В глазах Горе Если тебе Вдруг хорошо Если хоть что-то У тебя Налаживается Не страна А сказка Отличается От тюрьмы Тем, что в тюрьме Кормят Поют Есть где спать В концлагере Этого Нет Но я подчеркиваю Итак Я в концлагере И тут надзиратель В виде мента В виде скейл работника Говорит Что Ах У тебя же никаких Замечаний На тебе еще Что это значит Это значит Что Вот сейчас Меня могут Уволить с работы Это может сказать Да не ты Один штраф И получаешь Безусловно Не я Но смотрите Что дальше Я всегда приходил На работу Вернее К трак-драйверу К владельцу Или к кому-то И говорил Я могу то и то И трак-драйвер Отчитывался мне Что у него с траком Ну вот он старенький Но он неплохой Бла-бла-бла То есть Он был заинтересован Во мне Потому что у меня был Чистый рекорд У меня было штраф Что сейчас Уже тот же мой владелец Уже на сутки Меня оставил в галки Раньше я брал груз Вот чик-чик-чик Подряд И он уже не отвечает На телефон То есть Наконец-то Я Стал его Рабом Поясню Можно Попробовать Я попробую Я перейду В другую компанию Безусловно В другую компанию Уже на тебя смотрят И указывают А вот у тебя и штраф В другую компанию Вот везде приходится Приходится вежливо Я стараюсь Я стараюсь Я стараюсь А все Они всем показывают Смотрите У дочки будущего нет Шесть лет Шесть лет Ее кредитную историю Испаскудили Притом нам не сказали Пока мы Не узнали Из-за чего Из-за ничего Из-за 20 долларов Оплаченных Не вовремя Повторяюсь Без всякой пени Без ничего Притом она была Уверена Что вовремя Но это просто повод У меня Ну банкротство Куда уже там Жена Никакого опыта Работы Ну куда уже там В общем Рабы Сидите и не вякайте Притом Рабы И Даже В этом концлагере Получается так Вот выгони Нас Из квартиры Все В другую Мы уже не перейдем Ну по нескольким причинам В первую очередь Цены на квартиры Такие что Ну например Моя дочка Не зарабатывает Столько денег Чтобы платить Рент Просто рент Она надо кушать Свет включать И так далее Вот Я на траке Конечно зарабатываю Больше Но Теоретически Я уже не попаду На работу Или попаду На какую-то Ну жутко плохую То есть Рабство Если дочка Оплатит Рент Я оплачу Там питание Например Да Там Какие-то страховки Какие-то Ну жизненно необходимые Вещи Красивое рабство Красивое Сказать куда-то Уехать А на какие На какие Я уже говорил Заработай здесь Пять-десять тысяч Ты их и потратишь Тебе не хватит На билет Куда-то Вот Ты И попался Я верну Вот я и в клетке Когда я слышу Что кому-то в Канаде Хорошо Я жалею Я не ломаю Их идею Я не говорю Что тебе будет плохо Но я знаю Что будет И чем Лучше Ну сейчас Вот есть люди Есть же и знакомые Вот как-то так Я все это прошел Как-то работают Как-то даже домик прикупили Ну в смысле Ипотеку взяли Как-то выплачивают Мне страшно подумать Когда это все рухнет Я не верю Что это не рухнет То есть однажды Кто-то посмотрит И скажет А не слишком ли вы хорошо живете Кто-то мне сейчас может возразить А ты будь честным Везде делай честно Все делай честно Знаете Я так и делаю Как я уже говорил У меня был даже Свой бухгалтер Я очень хорошо Ему оплачивал Но государство Сказало Мы не хотим Его слушать И отстранили его А он не просто Бухгалтер А Си-Джей Ну Канаде Он дженерал Икаут Это в общем Все как надо Со всеми ласцами Когда Меня завалили С банкротством И сказали Что я во всем виноват Хотя я до сегодняшнего дня И не понимаю В чем я виноват И вообще Предмет вопроса Этого бухгалтера Выпустили Разрешили ему дальше работать День в день Ну это я говорил много Это наверное уже не интересно Вот такая вот тюрьма И опять же Не тюрьма В тюрьме Понимаете Не то чтобы я туда хотел Нет Но в тюрьме У тебя есть Жилье Нары какие-то Да В здешних тюрьмах Это нет Не тюрьма Это как раз Это как раз Концлагерь Никогда не думал Что Так закончил Мерзко Свою жизнь Но будем бороться Все равно будем бороться Как говорится Ну Ну и что Люди Похуже Нас живут Только я не понимаю Где Где хуже Может в Америке Там еще проблема Действительно С медициной Она очень дорогая Может быть Может быть Но в всяком случае Я не в Америке И в Америку Не хочу Ладно Простите за столь Длительную беседу За мою За мою ассоциацию С концлагерем Но я понял Это Концлагеря Концлагеря Где ты якобы Можешь все Но не можешь Ничего И неважно Чем ты больше работаешь Чем ты честнее Порядочнее Тем больше Тебя накажут Тем больше Тебя Унизят Всем счастья Удачи Это Алик Штурб Субтитры сделал DimaTorzok